Ну что ж, всем привет, дамы и господа. Один день, даже чуть-чуть побольше, я пользуюсь Xiaomi Mi 9. Этот телефон интересный, но между тем, за это время я уже успел немножко его возненавидеть. В таких простых вещах меня разочаровал, что я подумал уже даже о том, чтобы не использовать его в качестве своего основного смартфона. Во время распаковки я вам говорил о том, что на основном канале она вышла, я вам говорил о том, что мой Xiaomi Mi Max 3 меня немножко уже достал, потому что он на самом деле большой и хочется чего-то компактного, но при этом хочется, чтобы экран был действительно большим. И вот когда я увидел, что есть Mi 9, это аппарат с огромным дисплеем, с маленькими рамками, очень мощный, интересный, я подумал, да, это то, что я хочу. Немножко, некоторые моменты меня отпугивали от покупки, например, отсутствие карты памяти, но я себя переборол, я насобирал денег и я его купил. И вот практически два дня уже, наверное, я пользуюсь этим смартфоном, я сюда перенес все свои приложения, я сюда перенес все и по работе и так далее, я потратил кучу времени на это. И вот тут первый момент. Раньше для того, чтобы перенести все данные с одного смартфона Xiaomi на другой, я пользовался, ну и сейчас частично пользуюсь приложением Mi Drop. Это фирменное приложение Xiaomi, которое позволяет переносить очень много различных данных. Во всяком случае, раньше все было очень просто. Ты нажал кнопочку «Передать данные», здесь нажал кнопочку «Получить данные» и выбираешь, что передать. СМСки, контакты, там, фото, видео и так далее. Сейчас же ты можешь передать не так много. Например, ты можешь передать приложения, которые ты уже установил на какой-то телефон свой предыдущий, причем ты передаешь их в виде АПК файлов. И, естественно, все данные этих приложений у тебя теряются, то есть ты не сохраняешь кэш там и так далее. Ну, ладно, это полбеды. Естественно, все приложения лучше устанавливать начисто с Google Play, чтобы не было никаких ошибок. Следующий момент – это то, что нельзя, как раньше, взять и перенести все контакты, календарные данные, данные из заметок и, например, СМСки. Раньше все это делалось в пару кликов. Сейчас для этого используется синхронизация. То есть просто так, не имея аккаунта Xiaomi, ты не перенесешь данные с одного телефона на другой. К счастью, у меня этот аккаунт есть. В общем-то, я там даже имею резервную копию своего смартфона. Но в любом случае это не очень удобно, потому что не каждый пользователь использует аккаунт Xiaomi в своем смартфоне. Некоторым он просто не нужен. А тут я вынужден был, скажем так, его завести, если бы у меня его не было. Поэтому для того, чтобы перенести данные, нужно немножко потрудиться. Нужно завести аккаунт Xiaomi, нужно настроить синхронизацию SMS, синхронизацию записей в календаре, синхронизацию записей в заметках, синхронизацию контактов, ну и так далее. Все, что вам необходимо. Только после этого вам нужно вытащить симку со старого телефона, потом вставить симку в новый телефон. И только после этого вы сможете синхронизировать данные со старого телефона на новом. Это, я считаю, неудобно, потому что иногда ты хочешь просто перенести какие-то данные, не используя здесь симку. Обычно я так делаю. Я переношу данные, пользуюсь смартфоном некоторое время. Если все гуд, то я переставляю сюда симку, переношу максимально все данные, которые мне нужны по работе, и начинаю пользоваться этим смартфоном. Тут получается, что ты это не можешь сделать. Поэтому переход с одного смартфона на другой для меня лично усложнился. Это был мой первый минус, который меня, знаете, так немножко остепенил. И я подумал, наверное, все-таки я не буду использовать этот смартфон как свой основной. Посмотрю, что он из себя представляет, потестирую, запишу обзор, да и все. Но потом, со временем, когда я совсем подразобрался, я понял, что да, он крут. Он очень быстрый. Я сегодня буду говорить и о плюсах, и о минусах, которые я заметил. Поэтому не думайте, что я хейтер. Я люблю Xiaomi. Я очень давно пользуюсь их смартфонами. Поэтому для меня лично вот те минусы, которые я нашел, они, конечно, не критичные. И они немножко как бы разочаровывают. Но это не значит, что я перестану любить компанию Xiaomi или этот телефон. Следующий момент, с которым я столкнулся, это то, что Mi 9 флагман, который имеет aptX, который имеет aptX HD, который имеет NFC модуль, он не имеет банальных простых вещей, таких как радио. Даже в бюджетниках есть радио. Я не понимаю, в чем проблема запихнуть в самый топовый свой смартфон, в чем проблема запихнуть радиомодуль. Может быть, со временем они его добавят как-то с обновлением, с прошивкой. То есть, модуль есть, а софтовый он как-то не поддерживается. Но я не знаю точно. В любом случае, пока что это для меня косяк. Потому что я использую периодически радиоприемник, и мне он периодически необходим. Следующий момент касается зарядки. Здесь используется один из самых передовых модулей беспроводной зарядки. 20 ватт и так далее. Но я протестировал этот телефон с разными беспроводными зарядками, и либо я что-то не понимаю, либо у меня с зарядками какая-то беда. Но почему-то мой Samsung Galaxy S8 Plus, которому 2 года, без проблем работает с этими беспроводными зарядками. А этот постоянно отключается и подключается. И он мне говорит о том, что вам нужно поставить телефон по центру зарядки. Да я ставлю его по центру, а он все равно говорит, что нужно поставить по центру зарядки. Может быть там нужно софтово что-то подправить, с обновлениями возможно исправят. Может быть нужно купить их фирменную зарядку, которая более мощная, я не знаю. Я, конечно, куплю фирменную зарядку Xiaomi, которая там на 20 или на сколько она ватт, беспроводную. Чтобы вообще рассеять все сомнения для того, чтобы пользоваться полноценной беспроводной зарядкой. Но пока что на данный момент для меня беспроводная зарядка остается таким не очень приятным моментом. Потому что я не хочу, поставив телефон на зарядку, постоянно слышать, как он отключается, подключается, отключается, подключается. Это я сейчас говорю про зарядку ROG, которой я пользуюсь уже, наверное, на протяжении двух лет. И которой я пользуюсь вот с этим Samsung. То есть это такая зарядка, ты поставил и он себе заряжается. Там две катушки используются, поэтому там, ну как бы криво поставить невозможно. Она очень мощная. Да, быстрая зарядка здесь поддерживается через USB Type-C. Очень все шустро заряжается. Я тестировал со своей зарядкой Bazeus. Вот этой вот мощной. Кто не в курсе, вот эта зарядка очень мощная, очень крутая. И вот с моим Mi 9 она работает очень корректно. Моментально просто заряжает смартфон. Я вам покажу все тесты здесь на втором канале попозже. Просто нужно все это смонтировать. На все не хватает времени. Поэтому в плане проводной зарядки здесь все выше всяких похвал. Но единственный момент это то, что в комплекте нет мощного адаптера. Только Quick Charge 3.0. Поэтому, в общем-то, этого хватает. Но хотелось бы, чтобы в комплекте был Quick Charge 4.0 или 4.0+. Еще один момент это то, что данный телефон жутко маркий. Вот посмотрите, я не знаю будет ли вам видно. Вот так вот я его поверчу, чтобы свет попадал. Все отпечатки, какая-то пылинка, малейшая какая-то грязь. На нем все остается. Это касается родного чехла. Я, конечно же, уже заказал кучу всяких чехлов и стекол. Но меня это раздражает. Причем это относится и к экрану. Здесь неплохая олеофобка в плане скольжения пальца. Неплохая, не идеальная. Но вот все жирные пятна на нем остаются. Его постоянно приходится протирать. Это меня раздражает, потому что я купил флагман. Я купил устройство, которое должно наказывать другие аппараты. Но почему-то здесь не все так гладко. Еще один момент, который меня сильно, жутко разочаровал в Mi 9 SE. Кто не в курсе, у меня есть Mi 9 SE. Аппарат, который я купил для теста и в подарок своей жене. Здесь сканер отпечатка работает отвратно. Сканер отпечатка пальца работает где-то, ну, наверное, 5 из 10. Здесь он работает иногда 10 из 10, иногда 9 из 10. Просто отменный сканер отпечатка пальца. Шустрый. Работает, ну, практически всегда срабатывает. Какие бы руки не были, там, жирные, нежирные, грязные, негрязные. У меня проблем со сканером нет. Еще один момент, это то, что Samsung реализовали уже много лет назад. Samsung Galaxy S8 Plus, которому там, ну, и в S8, которому уже 2 года. На нем есть такая функция, называется Always On Display. То есть, когда вот здесь, при выключенном дисплее, горят часы, также есть какая-то анимашка, также есть индикация о том, что пришло сообщение. Ты видишь уровень заряда смартфона, там, погоду, по-моему, даже можно сюда вывести. Ну, в любом случае. То есть, этой функцией я пользуюсь, она классная, удобная. Здесь они попытались что-то подобное сделать, но выглядит это очень дешево. То есть, особо какой-то анимации здесь нет. Просто бегает вот эта вот штука вокруг, как будто бы имитирует восход, закат. Ну, и часы показаны. Ну, как бы, да, прикольно, что ты уже можешь, не разблокировав телефон, видеть какое сейчас время и, в общем-то, хоть какую-то анимацию. Ну, в общем-то, выглядит немножко по-простяцки. Надеюсь, что с какими-то обновлениями, с прошивками они это доработают и будет выглядеть покрасивее. Но, в общем-то, изначально это нужно было сделать более красивым. Но в защиту этой вообще функции я могу отметить новую функцию анимации, которая связана с фирменными обоями, которые сейчас добавились. Когда ты разблокируешь этот смартфон, ты получаешь наслаждение, когда используешь вот эту обойну, она, не помню, как там называется, короче, она всего лишь пока одна доступна. Это очень красиво выглядит, особенно в вечернее время суток, когда ты видишь звезды, когда ты видишь, как заходит солнце. Меняется заход солнца, меняется окрас, теплота картинки. Очень красиво смотрится. То есть, вот это они реально запилили очень круто. Тут безошибочно все работает, ориентируясь на время. Берется оно, скорее всего, с какого-то сервиса, потому что очень точно определяет заход солнца. То есть, мы вот даже выходили на улицу, гуляли вечером, уже когда солнце начинало садиться, оно садилось, я его разблокировал для того, чтобы проверить, покажет ли он, что солнце село. И действительно все определяется с точностью там до минуты. По поводу экрана, он отличный, на ярком солнце отлично виден, сочный, большой, цветопередача крутая. Я просто в восторге от этого дисплея. Это то, что я реально хотел. Большой экран в компактном корпусе. Скорость работы, это просто бомба. Я давно уже не пользовался флагманами с Xiaomi. То есть, я их брал, щупал, смотрел, но себе никогда не покупал. И в постоянном использовании у меня их очень давно не было. Последний флагман, и первый, наверное, собственно говоря, который я купил, это был Mi 5S. Он был крутейшим по своему времени. И сейчас он до сих пор очень шустрый, классный. Единственное, что у него чутка просела батарейка, перед тем, как я его продавал. Он уже не так хорошо держал, как раньше. Но, извините меня, ему было на момент, когда я его продавал, почти два года, по-моему, или полтора года. То есть, я очень так им хорошенько попользовался, выжимал из него все соки. Но вот этот аппарат, конечно, не сравнится. Он настолько шустрый, у него все моментально запускается. Каких-то зависонов, багов, чего-то я не заметил. Вот реально за целый день, практически два дня я им пользуюсь, ничего не тормозит, ничего не зависает. Может быть, легкое какое-то притормаживание может быть, когда ты запустил кучу приложений и пытаешься что-то еще запустить. Может быть, легкий фриз на какую-то там сотую секунды ты замечаешь. Но он настолько легкий, что ты такой, а все, и уже она запустилась. То есть, ну, нет такого, что ты ждешь чего-то, что там что-то должно запуститься или что-то сделаться должно. Но у меня никаких претензий по скорости работы интерфейса, плавности и так далее. Единственное, что я устал от жестов. Вот реально устал. Просто, может быть, на жестах он бы немножко глючил. Потому что все знают, что у Xiaomi жесты работают хорошо, но не всегда, не во всех приложениях, не на всех телефонах. Поэтому здесь я жесты немножко поюзал, вроде нормально, но устал от них. Хочу использовать вот эти вот наэкранные кнопки. Вот я сейчас их начал использовать как глоток свежего воздуха. Новое устройство, быстрое, все по-другому. Новый интерфейс, новые обои и новый способ коммуникации со смартфоном. Хочется чего-то нового. Именно поэтому в качестве эксперимента я так поступил. Но в любом случае, я люблю жесты, мне они нравятся. Это чисто мои такие, знаете, придирки. Хочется попользоваться немножко кнопками. По оперативной памяти. Здесь 6 гигов ОЗУ. Но из 6 гигов, вот сейчас у меня запущен только YouTube, Viber и AliExpress приложение. И доступно 3,2 гигабайта. То есть не так уж много на самом деле. Но могу сказать, что нет такого, что у тебя остается там какой-то гик и он все начинает тормозить. Вот я реально запускал кучу приложений. По работе я запускаю очень часто браузер с кучей вкладок. Там 10, 15 по-разному. В зависимости от того, какие задачи у меня. И, например, моего Mi Max 3 хватает, но уже с натяжкой. Уже у него, когда остается там 600 мегабайт, он начинает где-то притормаживать. И я так подумал, что это еще одна причина, почему стоит пересесть на 6 гигабайтное устройство. Пусть даже это будет не флагман, допустим, но на 6 гигабайт. В общем-то, лично для меня 6 гигов это сейчас тот минимум, который мне необходим для работы. Хотя 4 с натяжкой, но хватает почти на все задачи. И вот скажу, что я сравнивал с Mi 9 SE. В этом аппарате из 6 гигов доступно больше. Я не знаю, как так они сделали, но по скорости интерфейса, я их ставил рядом и запускал приложение. Mi 9 запускает приложение быстрее, чем Mi 9 SE. Хотя Mi 9 SE пушка просто. Но если сравнивать, то Mi 9 запускает быстрее. Возможно, это от скорости оперативки зависит. Возможно, от того, что оперативки он жрет все-таки больше. Ну и, конечно же, процессор. Тут никто не спорит, от процессора очень многое зависит. Теперь звук. Я, конечно, не сильно при распаковке уделял этому внимание. Потому что, ну, звук и звук. Особо как бы ты не заметишь разницы просто при распаковке. Можно немножко оценить его. Я смотрю всякие интервью. Я смотрю разные передачи. Я смотрю фильмы в том числе. И я оценил по достоинству звук из динамика. Он здесь очень хороший. Он громкий, сочный. И, как мне показалось, он очень хорошо передает речь. То есть, ты слышишь вот эти обертона. Ты слышишь где-то бас какой-то, да, в голосе. Это приятно. Потому что в Mi Max 3 этого нет. Там звук плоский. Он просто достаточно громкий. Но, кстати, по громкости он так и не исправился. По поводу GPS. Здесь установлена, насколько я знаю, в Mi 8 тоже такая технология двойного GPS. На самом деле, геолокацию определяет просто моментально. То есть, ты запускаешь, он сразу бум и все. Что я определил в Инстаграме, в приложении навигации. Я использую Maps.me для навигации. По поводу GPS. Это тот аппарат, которым я буду пользоваться. Скорее всего, получаю огромное наслаждение. Особенно сейчас, когда много поездок. Еще один момент. Это Wi-Fi. Он здесь поддерживается Dual Band 2.4 и 5 ГГц. Это все все знают. Но, очень важный момент. У меня в регионе с моей симкой постоянно были проблемы. Потому что Xiaomi блочили в моем регионе работу Wi-Fi 5 ГГц. На Mi 5s у меня была эта беда. Да на всех Xiaomi-шниках у меня была такая беда. Выход из положения был. Были костыли. Были проблемы. Но, в общем-то, с горем пополам я этим пользовался Wi-Fi 5 ГГц. Но здесь он работает корректно. Вот. Наконец-то. То есть, либо Xiaomi перестали блочить в моем регионе. Либо еще что-то произошло. Я не знаю. Но, вот, как только я установил сюда симку. Wi-Fi 5 ГГц никуда не пропал. Все работает корректно. Надеюсь, так и будет. Потому что было очень неприятно, когда ты пользуешься флагманским Xiaomi. И у него нет 5 ГГц. То есть, они есть. Но для того, чтобы они были, тебе нужно очень сильно костылить. В Samsung S4, S6, S8 Plus у меня все работало из коробки. Еще один момент, который хочется отметить. И на котором хочется чуть-чуть побольше остановиться. Это камера. Селфи, да. Крутые. Никто не спорит. Но, когда я увидел, как он снимает Full HD 4K, я просто обалдел. 4K 60 кадров в секунду. Такая плавность. Такое качество. Автофокус работает шикарно в этом разрешении с такой частотой кадров. Я думал, что будет, как в Mi 8 Lite. Что при повышении качества начинается просто беда. Там при 60 кадрах все, там начинался просто ужас с автофокусом. Здесь, какой бы режим я не выбрал, фото, видео снимаются четко. И меня это действительно порадовало, потому что я очень много снимаю фото и видео. Я сюда некоторые примеры, может быть, приложу, может быть, не буду прикладывать, не знаю. Но вот в распаковке вы можете посмотреть, там много материалов я туда выложил, которые я успел отснять. Поэтому, если вам нужен камера-фон, никого не слушайте по поводу стабилизации, отсутствия и так далее. Если у вас ровные руки, у вас отсутствие стабилизатора или его присутствие, оно вас нисколько не спасет. Потому что присутствие стабилизатора, на самом деле, только портит картинку, как правило. Потому что это не оптическая стабилизация, это цифровая. Она либо кропает картинку, либо вносит определенные ограничения, ну, там, при съемке. Стабилизация должна быть оптической. Все, что остальное, это не канает. Естественно, для того, чтобы снимать хорошо, нужно покупать внешний стабилизатор. И тогда у вас развязываются руки, и вы сможете снимать все с высоким качеством и с высокой плавностью. Это лично мой лайфхак, я снимаю именно так. Еще один момент, который они пофиксили, сюда уже прилетело мне обновление. Сначала, когда ты снимаешь фото и видео, изображения, превьюшки этих фото и видео, они были черными. Особенно на видео. И им нужно было либо прогрузиться, либо что-то должно произойти было. Ну, короче, они вот такими были. Потом выпустили они это обновление, все заработало. Сейчас превьюшки, ну, вот в галерею заходишь, и видно все, что я там наснимал. То есть, все картинки, все фото, все видео, все это здесь есть. В общем-то, на этом все, ребята. Если есть что добавить, пишите в комментариях. Но первые впечатления очень противоречивые. Есть куча плюсов, огромное количество плюсов. Есть минусы, которые меня немножко разочаровывают. Поэтому, конечно, будет обзор этого смартфона. Я сниму еще некоторые видео про этот смартфон. Всякие тесты, все это выложу сюда. Обязательно подпишитесь на основной канал. Там выходят классные видосы, распаковки. И в группу ВКонтакте заходите. Где покупал этот смартфон, ссылки в описании. Там же будут ссылки на кэшбэк. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И обязательно заходите в Инстаграм. Там будут фотки с этого смартфона. Просто гора фоток. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok